27 ноября в кинотеатре «Искры» состоялись публичные слушания по проекту бюджета Ленинского района. Открытость бюджета для граждан – это один из основных принципов работы местной власти. Поэтому такие слушания стали традиционными. Тем более, в этом году есть принципиальное отличие документа от предыдущих лет. Прежде всего, район впервые принимает бюджет не на один год, а на три. Во-вторых, бюджет составлен в новом формате. Подробнее вам расскажет наш корреспондент Татьяна Акимова. Публичные слушания по бюджету района проводятся традиционно. В этом открытом заседании приняли участие руководители управления служб, депутаты района и городских и сельских поселений, жители города. Принимаемый бюджет имеет принципиальные отличия от предыдущих. Впервые район принимает бюджет не на один год, а на три – на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов. Это помогает сделать бюджетную политику более устойчивой и понятной. Второй особенностью является программный формат районной казны. Смысл программ в том, что ставя конкретные задачи, финансируется выполнение задач, не происходит размазывания бюджетных денег, финансируются наиболее актуальные для населения муниципального образования направления. Таким образом сформировано 11 муниципальных программ по объему финансирования на первом месте системы образования – самая крупная бюджетная сеть. На расходы по программе ее развития предусмотрено в 2014 году чуть более 2 миллиардов 300 миллионов рублей, в 2015 и 2016 годах свыше 1 миллиарда 600 миллионов. Эта программа включает строительство четырех детских садов и двух школ и содержит наибольший объем расходов инвестиционного характера за счет средств столичного бюджета. Также за счет средств межбюджетных трансфер запланировано строительство нового здания Молковской больницы и инфекционного корпуса ВРКБ по программе здравоохранения. Принимаемый бюджет формировался с дефицитом, близким к предельно допустимому, в условиях резкого сокращения доходной базы Ленинского района. В 2013 году налоговые и неналоговые доходы бюджета планировались в сумме 1,8 миллиарда рублей. На 2014 год – 960 миллионов, в два раза меньше. Несмотря на это, он на 90% социально ориентирован. Приоритеты развития муниципальной территории остаются прежними. Текущие расходы бюджета во всех сферах жизнедеятельности района обеспечены в полном объеме. Ключевой задачей на сегодняшний день является то, чтобы население не почувствовало, что бюджет Ленинского района изменился. Дети должны ходить и получать полный объем муниципальных услуг в детских садах. Не должны быть какие-то изменения, касающиеся важных социальных объектов, например, клубы «Вера», наши ветеранские организации и так далее. То есть все спортивные сооружения, все это должно работать. В бюджете Ленинского района есть и еще одна немаловажная статья, чего нет в бюджетах многих муниципальных образований. Инвестиционная составляющая – более 1 миллиарда рублей. Это то, что мы сами привлекаем, то, чем мы интересны, то, что требует от нас усилий. Это непросто – развивать территорию, привлекая инвесторов. Сейчас перед органами местного самоуправления стоят задачи активизировать работу по мобилизации доходов в бюджет и повысить эффективность существующих расходов.